Так, вы уже знаете этого человека, это наш Ермак, один из лучших бойцов регионального подразделения Моторова. Вот мы шли шли, я понимаю, он не любит эти слова, но это его точка зрения. В данном случае я тоже, как военкор, имею право на свою точку зрения. Возьми, возьми, снаружи. Так, мы сейчас сделаем тот самый микроопрос, который мы проводим со всеми бойцами. А что готовишь-то? А, чай. Да, сейчас сделаем. А потом сделаем уже такой расширенный метал. Ермак, откуда ты, почему ты здесь, за что ты воюешь, и когда, по твоему мнению, закончится эта война? Как долго она будет длиться? Я с Челябинска, с Россией, русский. Здесь я, первоначальное мое желание и стремление, чтобы память наших дедов, прадедов, которые умерли в Великой Отечественной войне за наше будущее, не было посрамлено, не было упразднено, чтобы об этой победе не забыли ни мы, ни наши дети, ни наши внуки, чтобы нисколько не умолило ни смерти наших предков, которые сражались за наше будущее. Это моя первая, а сейчас причина это. Жены и дети моих друзей, к сожалению, некоторые гибнут, укры стреляют по ним, бомбят их. Не знаю, знают ли они, не знаю, кто-то знает, кто-то не знает, что они хуярят по мирным жителям, что умирают дети и ни в чем не повинны женщины. И сейчас моя задача, не знаю, каким путем, но чтобы правительство, национальная гвардия отошло от границ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, так называемой Новороссией, чтобы они отошли, пускай по нам, стреляют по нам, пускай нас пытаются убить, уничтожить, но чтобы от мирных жителей они отстали. Это раз, и второе, это то же самое, если бы мы подошли к Киеву и начали бы туда пускать мины. Они бы там все бы, как так, ебаный в рот, как же это, блядь, можно так? На хуй, блядь, это же минами хуярят, блядь, они же ебанулись, блядь. Все то же самое. То есть, кто поймет, кто не поймет. Конечно, там есть пацаны-срочники просто, которых призвали, они не могут оттуда уйти. Но есть такие, которые за деньги, есть, которые там за идею. Но мы же не едем, Донецкая Народная Республика не едет к ним, любовь, и начинает их дубать. Если они не прекратят, если они не прекратят, то вероятнее всего так и будет, что-то неприятно. Я напомню, что Ермак ранен, ему надо ехать в Донецк извлекать осколок, но он не хочет, потому что... Ну, вы поняли почему, потому что это боец. В то время, как мы сегодня даже проехали по Николаевке, там много здоровых мужиков, сытых, довольненьких, своих маленьким бизнесом занимающихся, за них кто-то должен умирать. Ладно, это отдельная тема, об этом мы поговорим позже. Ермак, как ты думаешь, долго это еще будет длиться? Нет. Почему? Потому что небо за нас. Время, Донецк, хорошо сказал. Так, а Сауд, ты человек из России, этот вопрос может быть немножко не к тебе, но мы всех бойцов опрашиваем. На твой взгляд, каким будет государственное устройство Юго-Востока бывшей Украины? Это будет Конфедерация Республик? Это наше? Это будет Конфедерация Республик, или это будет Новороссия, или в конце концов все-таки это будет Единая Великая Россия, иначе нам просто не выжить, не восстановить Великое Государство. Вопрос в поле. То, что я с Россией, это ничего страшного, у меня будущая жена будет в Украине. Нет, я сам из России, мы живем здесь. Она пока не знает просто об этом, но я ей говорю, что... Поэтому этот вопрос у меня тоже касается. Я думаю, это будет Новороссия. Новороссия. Кто к мне еще присоединиться, кроме Луганской, Донецкой Республики, не знаю, но это будет такая Республика Новороссия, которая будет дружить и с Россией, и с Украиной будет дружить, и с Европой, и будет со всеми дружить. Просто нужно, чтобы кое-кто кое-что понял, и все будет так. Ты перед боем молишься? М? Перед боем молишься? Мыслями. Что? Мыслями. Понял. Ты помнишь, да, вот 3-го, перед 3-м июня, я не боюсь, это боцман, да, зашел, обычно добродушный такой, и что-то он так слегка расферепел, говорит, что это, лежит икона, Георгия Победоносца, ну-ка поставьте лицом к противнику. Я этот момент хорошо помню. Мы тогда поставили лицом к противнику, и вот этот момент, помнишь, когда танк подошел на 25 метров, ты же, вот он, ведь, остановил, да, бог танк, да, его еще тогда не подбили, он почему не подбили, он на какой-то момент сам застыл, что дал нам возможность сделать передышку, помнишь этот момент? Это вот то, о чем ты говорила, отчетливо показывает, что небо за нас, бог за нас. Ну и теперь, я не знаю, что ты хочешь сказать людям, просто сам от себя. Скажу словами Кличко, чем старше человек, тем больше ему лет. Махло.